Приветствую вас. При оценке поведения других людей всегда есть шанс погрешности, шанс того, что вы как-то неправильно передали информацию, ну и, соответственно, недостаточный учет факторов тоже может играть большую роль, поэтому однозначно вам сказать, я думаю, не сможет никто, что значит поведение человека, потому что все-таки это ваши слова и ваша реакция, но судя по тому, что вы описали, можно сделать вывод, что мужчина, вообще-то говоря, как бы не хочет быть от вас зависимым. То есть ему вы нравитесь, действительно нравитесь ему, и сильно нравитесь ему определенно, но впустить вас в свою жизнь для него означает рискнуть, довериться вам, а это ему явно тяжело, и он не хочет этого делать, потому что боится обжечься. То есть если он развелся, если он был разведен, то для него это травма, и он боится пережить это вновь. Именно поэтому, как бы, при встрече он вел себя так холодно и вообще с вами не общался. Я думаю, что вам не стоит на него давить сейчас, а просто спокойно постараться с ним наладить контакт, чтобы он понял, что вы не собираетесь от него там что-то следовать, что-то от него просить, да, и просто-напросто хотите спокойно, непринужденно с ним общаться и не более того. Если вы так сделаете, то вы имеете все шансы мужчину не потерять, мужчину, наоборот, привлечь к себе, да, и сделать так, чтобы он с вами чувствовал себя комфортно. Но вам нужно также для себя понять еще такую вещь, что вот вы сейчас живете со своим мужем, да, и вы живете по сути как соседи. То есть, между вами нет любви, и вы об этом друг другу признались. Так вот, живя вместе ради трехлетней дочери, вы своему ребенку только лишь вредите этим. Почему? Потому что ребенок чувствует, что между его родителями не все гладко, и, скорее всего, будет думать, считать, что виновата в этом она. В силу эгоцентризма ребенка, в силу детского эгоцентризма. Поэтому, если вы хотите, чтобы дочь была счастлива, то вам лучше все-таки быть честным, честным перед собой и честным со своим мужем. И либо отношения вам нужно свои закончить, то есть развестись, то есть вам освободиться для новых отношений, потому что именно ваш статус замужной женщины может отталкивать того мужчину, с которым вы работаете, и заставлять его думать о том, что вы воспринимаете его просто как игру, как любовника, может быть, как временного кого-то, где, может быть, не хочет. И для вашей дочери подобное тоже будет хорошо, потому что вот это постоянное напряжение, которое и есть, просто не может быть между вами и вашим мужем, оно не может не влиять на вашу дочь. Кроме того, вам самой тоже полезно будет для того, чтобы новые отношения выстраивать на основах разница и независимости, а побыть какое-то время одной, без мужчины, для того, чтобы лучше себя чувствовать, и для того, чтобы все-таки не использовать нового мужчину как средство, например, для получения того, чего не мог предоставить вам ваш муж. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.